Добрый день, братья и сестры. Ну что ж, поехали. И взмахнул рукой. Дмитрий пишет. Слышим выражение. У этого человека судьба такая. Или от судьбы не уйдешь. Или там, что Бог написал, начале тому не миновать. А мне кажется, моим коротким умом, человек по большей степени сам творит свою судьбу. Ну, следовательно, вопрос следующий. Как правильно понимать, что такое судьба? Как к ней относиться? Насколько ли мы действительно сами можем влиять на наши судьбы? Или божественное предопределение также может иметь место в судьбе человека? Ну что ж. Когда такие вопросы задаются, то главным образом внимание обращено на следующую вилку смысловую. Существует ли фатализм? Такое, что как ни крутись, как бы, а будет только то, что написано. Или то, что предсказано, или то, что там, значит, о тебе решено без тебя. Или ты все-таки хозяин своей судьбы, и твое будущее зависит от твоих усилий тоже. Церковь в целиком своей полноте склоняется, не то что склоняется, а стоит на том, что человек ответственен за свои дела, соответственно, будет награда или наказание. Что было бы, конечно, несправедливо, и смысла лишено. Если ты творишь то, чего не можешь не творить, то за что тебе еще наказывать? То есть, там есть у Павла такие выражения, которые родили целый фонтан богословских споров, что помилование заключается не от желающего или хотящего, но от Бога милующего. И кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. Там Исава еще прежде рождения возненавидел, там Якова возлюбил, там много чего рождается из этого. Но нам, чтобы не запутаться, нужно понимать, что там, где мы усматриваем некую судьбу, человек убегает от нее, а его настигает именно то, чего он боялся, то, чего он там не хотел. То здесь есть не только момент предопределения, хотя он тоже может быть. Дела наши подобны посеву, пахоте и посеву, а уже плоды дело – это жатва. И вырастает только то, что посеял. То есть вот эта нравственная связь между делами и последствиями дел, она должна присутствовать в человеке. Там, где ты видишь судьбу, там просто тебя догоняют прежние беззакония. И это бы не догнало тебя, если бы этих беззаконий позади тебя не было. Или если бы они были заглажены покаянием и исповеданием. Ну, понимаете? То есть нельзя человеку, не сказавшему, а, не говорить, б. Да, если любишь кататься, люби и саночки возить. Если ты сделал что-либо, там, что-либо, то ты должен пожать плоды того, что ты сделал с некоторым временем. Поскольку между посевом и жатвой существует некое временное расстояние, и мы не замечаем нравственной связи между мною пять лет назад и мною сегодня, мы уже забыли, что было пять лет назад, то как раз мы путаемся в этих вещах. То есть, как правило, мы сеем, вернее, мы жнем то, что сеяли. Не потому что Бог это предсказал, а потому что мы самовластно и самовольно сеяли, значит, там, терния, скажем, там, своих заблуждений. Или, наоборот, мы сеяли какие-то добрые дела, которые потом пожали мы или наши дети. Человек самовластен, человек самоволен. То есть, ему дана, как тяжелый дар, воля жить по выбранному пути. Поэтому и предлагаются заповеди, которые были бы совершенно бесполезны и абсурдны, если бы человек не был свободен. Он говорит, вот жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Выбирай. Есть случаи, когда человек всю жизнь проживает под некой печатью избранности. Вот уже такое, когда заранее, как бы, решено. Это, например, касается людей, у которых имя называется им дорождение. Ну, так, по крайней мере, считалось у еврейских книжников, что если имя дано человеку дорождение, это значит, судьба его уже полностью предрешена. Он не будет искать себя, занимать долгим поиском. Он будет идти прямо, как Иоанн. Иоанн будет имя ему. И жизнь Иоанна, в принципе, как стрела. Она прямая, как бы, у него есть миссия. Он должен ее исполнить. Так же сказано про Еремию, так же сказано про Павла. Про Еремию сказано, прежде нежели я основал тебя, создал тебя в очреве, значит, я познал тебя. То есть, до рождения еще он был познан, как будущий проповедник истины. И Павел сказал, что Бог избрал меня от чрева матери. То есть, есть такие случаи, где Господь заранее знает, что будет вот с этим человеком. Но нужно отметить, что эти случаи имеют, как правило, или исключительно, характер благого избрания. То есть, в каких-то поколениях и родах намечается рождение праведника, Бог знает это и посещает человека еще в зародышевом состоянии. Благословляет его еще, когда он во тьме материнского чрева. Я знаю тебя и жду тебя, и выведу тебя на свет, и возвращу тебя, и ты будешь делать то, что тебе сказал. Вот так было с Еремией, так было с Иоанном Крестителем, так было с апостолом Павлом. То есть, так, чтобы Господь предназначил кого-нибудь на погибель, то я не видел такого в Писании. Как правило, такое твердое избрание касается избранных людей, у которых есть миссия перед лицом Божиим. Вот здесь можно говорить о неком избрании или предизбрании. В остальном, все остальное море человеческое, это люди, у которых есть совесть, и которые имеют свободу выбора в любой точке своего бытия. В любой точке своего бытия. От выбора в данном моменте, в данную секунду, зависит как бы следующий шаг твоей жизни. Ну, понимаете, да, это даже есть кинематографически расписанный сценарий. Допустим, там ты, пойду сегодня вечером к друзьям, или не пойду, например. Вот расчерчивается схема. Если пойду, то там такие варианты. Будет разговор о том, о том, о том, встречу этих, 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 там. И там потом пошли туда уже, эти ветви твоей жизни. Туда. Не пойду, останусь дома. И там совершенно другой вариант жизни произойдет. То есть, от одного события у тебя есть два или три или пять вариантов жизни. То есть, это мы все переживаем на себе, просто нашего ума мало, чтобы проанализировать все эти возможности, вариативности эти все. И мы отвечаем в своей жизни за все, что сделано, сказано, как бы мы, по сути, как бы за спиной у нас все посеяно, а перед носом все выросшее. Поэтому в наших силах принимать правильные решения, в наших силах искать правильный путь. Там же есть такая молитва, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как тебе взял душу мою. А в таком вот, допустим, вот сказано в Писании, что кто прольет кровь человека, тому надлежит быть убитым руками человека. Это еще ноя его законодательство. Или там, кто убивает, ему надлежит быть убитым. Вот, например, человек там убивал, скажем там, убивал, 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 там на войне или как-то еще. Не нужно быть пророком, чтобы догадываться, что, скорее всего, он своей смертью не умрет. И это не предназначение, это не предопределение. Это путь заповеди, это, собственно, путь дел, который приводит к такому или иному финалу. Или там сказано про грешников, что от множества грехов своих они теряются, грешники. То есть они безумеют в конце пути своего. То есть куда идти, что делать? Я там за спиной так много ошибок, что они уже сплелись в большой клубок, как бы, и все, и он неразрубаемый. Так что внимание наше, уважаемый Дмитрий, я уверен, нужно направлять на дела наши с молодых ногтей, потому что именно эти наши дела и помыслы, мысли наши, слова наши, дела наши, они рождают наше будущее. Иногда неумолимо рождают. То есть все сделанное, как бы, формирует, то, что делается сегодня, формирует твое завтрашнее будущее. И это не предопределение. То, что знает Бог, мы туда не лезем, Он знает все, но оставляет человеку полную свободу своего действия. То есть мы сейчас, нас интересует очень практическая мысль. Я ответственный за свою жизнь или все уже предрешено? То есть, допустим, ну скажем, ну Моцарт бы не стал Моцартом, даже если бы ему было это предрешено, если бы он не приложил к своему таланту, врожденному, каторжный труд с четырехлетнего возраста. То есть надо достичь еще этого предопределения, если оно есть, в отношении избранных людей. Мы ответственны за слова свои, за дела свои. И наше будущее уже в значительной доле сформировано уже тем, что мы прожили. И мы за это в ответе. Там, говорит, ты сам зажег огонь, который выжжет тебя изнутри. Там много только. То есть ты сам. Сам я своевольной властью зло из темных бездн возвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Писал Филарет Александр Сергеевич. Так что нам не стоит угадывать знаки судьбы и что там предопределено вот этому или этому человеку, призывая на помощь звезды, линии руки, там, гадания по картам, там, карты Таро, там, что-нибудь еще какие-нибудь, кубики там или буковые дощечки. Нам этим заниматься не надо. Мы согрешаем, если занимаемся этим. Хотите быть пророком? Скажите праведнику, тебе будет хорошо, и вы не ошибетесь. Скажите грешнику, тебе горе, если не покаешься, и вы не ошибетесь. То есть мы формируем наше будущее всем тем, что мы уже сделали, еще сделаем. Вот все, что нужно знать человеку о своей жизни. Все остальное – это таки темный лес, в котором легко заблудиться. Чем отличается прозорливый от пророка? Смотрите, пророк… Главная задача пророка – это вернуть людей к правильному пониманию закона Божьего. Отвратить людей от идолов. Идолы могут быть нематериальны. То есть, например, идол, там, скажем, богатства, или идол комфорта, или идол, там, скажем, всемирной власти. Это идолы. То есть нужно вытеснить из сознания человека идолов и поместить на главное место сознание, признание Бога всемогущего и смиренное поклонение Ему. Это дело пророков. Пророки возвращают людей к откровению. Прозорливцы – это люди, которым дано, в силу разных причин, видеть будущее, ближайшее или отдаленное. И они могут, от Господа открываются им какие-то пути, они говорят, что будет так и так. Это прозорливец. Это довольно разные вещи, потому что пророк не обязан быть прозорливцем. Пророк видеть будущее не обязан. Хотя ему влагаются в устай некоторые вещи, там, пророчество Атири, пророчество Асидония, пророчество Египта, там, как у Исаии. Но это не главная его задача. Его главная задача – это вернуть людей к пониманию истины и вернуть их в завет, в завет с Господом. При этом пророк может до конца не понимать, что он сказал. Допустим, когда Давид, например, писал там 21-й псалом, разделили ризы мои себе и об одежде мои метали жребий. Пронзили руки мои, ноги мои, можно было перечесть все кости мои. То есть 21-й псалом – это псалом распятия Мессии. То есть он его произнес, пропел, почувствовал, написал. Этот псалом остался. Но если бы Давида спросить, это да, чьи там ноги, руки пронзили, чьи можно было кости пересчитать, чью одежду там делили, кое жребие там бросали, то Давид бы, скорее всего, не сказал бы нам, кто это был, что это был. То есть он сказал пророчество, но объяснить его сам он бы вряд ли смог. То есть пророки часто пророчествуют, не умея объяснить, что же это будет и как это будет. Или так как это будет. Когда Исаия говорил, там сидел, то в очреве приимет, то вряд ли бы мог сказать, расскажи нам в деталях, как это будет. Кто, что, как, почему, то Исаия бы ничего нам, наверное, не сказал. Так что пророки зачастую получают некие дары, как медиаторы, посредники между Господом. Они говорят то, что Богу угодно, но не приставайте к ним с расспросами, потому что они не всегда могут объяснить в деталях то, что они сказали. То есть слушайте Слово Господне, вот будет так и так. Иногда эти слова просто как бы никому не нравятся. Например, при Еремии пророки там Иерусалиму грозило уничтожение захватчиков. И, конечно, было бы приятно, чтобы пришел какой-нибудь пророк и сказал, Израиль, не бойся, враги твои будут уничтожены. Живи спокойно в домах своих, а враг твой будет мертв под стенами твоего города. И такие были люди, которые говорят, не переживайте ни о чем. Здесь храм Господень, не придет нам беда. И вдруг Иеремия говорит, не надейтесь на пустые слова, храм Господень, храм Господень. Вы все уйдете в плен. То есть враг зайдет в город и вас уничтожит, и ослепит, и унизит, и ограбит, и сожжет, и вас в плен приходит. То есть ему так Бог сказал. Нравится тебе, не нравится? А как это будет? Почему это будет? Иеремия там не вникал, Иеремия там не объяснял ничего. Будет вот так. Потому что уста Господня это сказали. То есть пророчество – это особое избрание, особый дар, требующий от человека очень больших усилий, чтобы быть в состоянии настроенного инструмента, на котором великий мастер будет играть. А прозорливцы, да, например, там перечисляется вот некий гад, прозорливец Давидов, или там пророк Ахия, прозорливец там при Соломоне жил. То есть это люди, которые могут… Вот, допустим, Самуил, например, вот был прозорливец, ученик Елисея. Вернее, Елисей, простите, Елисей – ученик Лии. Вот когда воевали, значит, сирийцы с Самарией, он прям знал, где у них войска находятся, значит, где там что там. Бог ему открывал, он говорит, там будет засада, туда не ходить. Это настолько это было очевидно, что сирийцы думали, что там какой-то предатель у них есть в штабе, который доносит до израильтян все. То есть он прозорливал это все, значит, Елисей. Прозревал нечистость на руку своего слуги Гиезия, там прозревал многие вещи наперед. Это некий дар души, дар-дар, дар такого изострения ума, когда ум видит невидимое. То есть прозорливец видит невидимое. Невидимое, оно ведь есть, просто мы его не видим. Ну, прям микробы есть, но чтобы видеть их, нужно какие-то там большие приборы, увеличительные всякие микроскопы. Там какие-нибудь далекие звезды галактики есть, которые глазом не видны, но чтобы их видеть, нужно в горах поставить телескоп. То есть они есть, но их не видно. То есть демоны есть, но их не видно. То есть там где-то там враг затаился в засаде, он есть, но его не видно. И вот прозорливцы – это люди, у которых око видит не то, что видит у всех людей, а у них око прозорливое, они видят то, что не видно глазу. У них изостренный ум, у них есть некое умное зрение. Там сквозь преграды и прочее. Это такой божий дар такой. Страшный дар, кстати говоря, очень страшный дар. И ухо их тоже слышит помыслы, слышат гождение многих живущих о крестмене. Давид пишет. То есть они слышат звуки, шепоты врагов, совещающихся против тебя, и око видит расставленные силки и препятствия. Это прозорливцы. А пророки – это люди, полностью обращенные к Богу, постоянно умом связанные с Господом и сердцем. И получают от него некие такие слова для всех. И они говорят их, что не обязывает их понимать доподлинно, что же, собственно, я сказал. Они вполне понимают, что они сказали, но для них, как и для всех остальных, в темноте будущего сокрыто исполнение того, что сказано. Такие разные такие. Когда мы ищем старцев, когда люди говорят, что поедут к старцу, то они, скорее всего, ищут прозорливца, нежели пророка. Пророком может быть для человека любой приходской священник. Когда он скажет, прекрати воровать, или женщина хочет сделать аборт, он говорит, не делай этого. Это дело пророческое. То есть остановить человека на путях греха и вернуть его на путь богобоязненности. Допустим, мужчина захотел бросить женщину. Ему там кто-нибудь говорит, не делай этого, не порть же и себе ей, не пускайся в блуд, вернись в семью, сохрани брак. Это пророческое дело на самом деле. Это пророческое дело. Прозорливец бы тогда сказал бы, говорит, ты женишься еще раз, и опять будет неудачно, а потом женишься. Я прям вижу это. Ты потом женишься еще два раза, и еще каждый второй, каждый следующий будет хуже предыдущего, и потом, как побитый пес, вернешься обратно. Тебя не примут. Это дело прозорливца. Ну, зачем нам сразу все знать? Пророк в каком-то смысле важнее прозорливца, потому что он говорит тебе истину без деталей. Если ты вернулся на пути свои, то дело сделано. А нам, как бы, у нас есть некое такое любопытство. Духовное и мирское. И нам, как бы, вот интересненько заглянуть глазиком за занавесочку. Так, а что там вот творится? Ну, предупреждаю вас, что знание будущего – это страшное знание. И подавляющее большинство людей будет расплющено знанием будущего. Если нам будущее будет возвещено, оно раздавит нас своей неожиданностью и непредсказуемостью. То, что Бог приготовил нам, оно будет другое, нежели то, что мы хотим. И мы этого не выдержим. То есть нам нужно жить в режиме «есть день, и слава Богу». То есть довольны на каждый день своей заботой, как сказал Господь Иисус Христос. Так что пророки нам нужны больше, чем прозорливцы. Потому что пророки говорят нам истину и возвращают нас на путь богопоклонения, богопочитания. А прозорливцы, как бы, они видят скрытое. Но это не всем полезно. Хотя, если Господь благословит, то надо, чтобы были и те, и другие. Но здесь не ошибиться, вы знаете, потому что эта дорожка такая скользкая, значит, здесь может быть и вражеская что-то. Помните, например, братья Карамазовы? Там ведь выводится на сцену такой лжестарец Ферапонт и старец Зосима, настоящий старец. Настоящий старец, как бы, кажется этому лжестарцу Ферапонту не настоящим, потому что он у себя в келье женщин принимает и конфетой балуется, значит, там, чайок попивает. А Ферапонт, как бы, он постник строгий такой, он такой весь, там, не помню, там, с веригами он или без. Так он там, как бы, видит все, он бесов кругом видит, и он там этих бесов, там, до смерти закрещивает, там, хвосты им дверями прижимает, то есть он находится в явной прелести. Но что-то он там видит, понимаешь, так вот эти, те, которые видят, как бы, здесь нужна какая-то осторожность, потому что мало ли кто что видит, и откуда у него эта возможность. А вот Зосима – это божий человек, который не совпадает с нашими представлениями о древних аскетах, но он имеет мудрое сердце, и через него Бог лечит других людей, врачует душ. Да. Нужно признать, что первый и второй вопрос близки друг к другу. Это хорошо. Вот как быть с изменой мужа? Сам признался, в браке 8 лет, я хочу сохранить семью, но задаюсь вопросом, можно ли такое прощать? Марина, да. Можно прощать, конечно, можно. То есть вы не обязаны прощать, но, конечно, вы можете прощать. То есть вы можете найти в Евангелии, там, в Нагорной проповеди, это указание о том, что нет причины для развода, кроме причины прелюбодеяния, и на основании этих вечных слов. Можете, так сказать, разрывать ваше супружество. В данном случае вас невозможно обвинить. Но нужно ли так делать? Потому что между можно и нужно существует разница, да? Вот, конечно, лучшим вариантом было бы сохранение брака ценой вашей боли и ценой покаяния вашего супруга. Раз он признался вам, значит, совесть его замучила, и он не может жить в этом раздвоенном состоянии. Поэтому вопрос, как бы, прощения вашей обиды. Вам нанесена обида. Вопрос в том, как вы дальше будете вести себя. Благородно или неблагородно? Благородно. То есть, как обычная женщина, как бы там, ну, при каждом удобном случае напоминая о прежнем, там, и так далее, там. Или как-то чуть, чуть повыше, что ли, там, помужественнее, так, по, не знаю, получится у вас, не получится, не знаю. Нужно скреплять брак, нужно сохранять его. Потому что расщепленный брак, это, как бы, как расщепление ядра атомного. Это сразу высвобождается какая-то лишняя, какая-то ненужная энергия. Сразу два несчастных человека получаются. Сразу два. А если там дети, то сразу еще куча там несчастных людей. И люди. Редко потом находят твердую основу под ногами. То есть возникают какие-то блуждающие огни. Такие, знаете, слово «блудить», оно же однокоренное с словом «блуждать». То есть когда человек блуждает в поисках своего счастья, где там у него счастье, а сердце у него кровоточит раной, нанесенной обиды, вот, гораздо все, гораздо было бы полезнее бы все это вот зализывать, скреплять и спасать через покаяние и прощение вот в браке. Пусть идет на исповедь. Пусть кается в своих грехах. Пусть плачет перед Богом о своей ошибке. Пусть полагает твердое намерение больше не скакать в гречку там направо-налево. Пусть полагает как бы узду на глаза свои, как говорил праведный Иов, что я завет заключил с глазами моими, чтобы не смотреть на девицу. Все начинается ведь с какой-то мелочи, с какого-то сайта в интернете, с какого-то распоясанного взгляда такого, значит, бесстрашного на чужую наготу, там, с каких-то разговоров, с каких-то знакомств на работе, с каких-то там перекуров, кофейков, там, значит, с противоположным полом. Все же начинается из мелочей. То есть культура блуда, она такая с широким основанием уходит вообще во все стороны жизни. Так что нужно переоценить свое поведение, покаяться в своих грехах, а вам нужно тоже найти утешение в Боге. Даже, знаете, вот, например, в книгах пророческих, вот есть такая книга пророка Осии, вы можете найти в Библии, это Ветхий Завет, там, значит, ему Господь говорит пойди и женись на жене блудницы. Иосиф пошел и по повелению Господню взял себе в жены блудницу и говорит ей будь для меня, я буду для тебя, ни с кем больше не спи там и так далее. Но она все равно изменяла ему там и блудила, значит, продолжала свой образ жизни блудницы. И Господь говорит ему точно так же ведут себя со мной люди, Израиль. То есть я для них как муж, они для меня как жена, и они постоянно прелюбодействуют передо мною. И он дал такое странное, такое тяжелое послушание Осии любить неверную жену, чтобы Осия как бы всем сердцем почувствовал вообще, что может чувствовать Бог по отношению к этому блудному человечеству. То есть говорит как бы Господь, я люблю вас, я бы хотел жить с вами в мире, в союзе, согласии, как в семье, но вы постоянно куда-то уходите как бы и с кем-то прелюбодействуете. Так что эта тема, она касается даже самого Господа. Можно ли прощать прелюбодеев? Судя по Господу, можно, потому что Господь, потому что человечество перед Господом, это такая большая прелюбодейная семейка, которая хочет поклоняться кому хочешь, только не Богу живому, которая хочет стремиться к чему хочешь, только не к Богу живому. То есть постоянные измены. В то время, как Господь стремится к людям, люди стремятся к чему хочешь. И что же делает Господь? Он отворачивается? Нет, не отворачивается. Он прощает еще раз и еще раз, обратитесь ко мне, блудные дети, я помилую вас. И милость его обновляется каждое утро, как говорит плач и ремень. Так что это великий подвиг, это в вашем случае, это такое дело, которое вас уподобит самому Господу, если хотите, если вы сумеете простить, а ваш муж покается. То есть здесь будет духовная победа. Вы будете битые оба, он будет уже такой смиренный с памятью прожилых падений, а вы будете смиренные через боль обиды, но вы, если это все победите, значит, вы будете оба такие уже поднятые на ступеньку выше. Вы будете знать опасности этого мира и будете людьми, которые совершили духовную победу. Его победа покается, ваша победа простить. Такое мое мнение. Христос говорит апостолам, вы соль земли, а в наше время кто соль земли? Хороший вопрос, Елена. Солью земли, думаю, можно назвать любого человека, который имеет в себе благодать, так просто скажем. Ну, вообще, Господь же говорит, соль имейте в себе, там есть такое слово у Христа, имейте соль в себе и мир имейте между собой. Соль предохраняет от гниения. На Востоке очень важна, потому что при отсутствии холодильников, там естественная консервация происходит при помощи просолки. И поэтому, где соли нет, там все сгниет, долго не останется. Значит, то, что хранит нас с вами от загнивания, от разложения, это божественная благодать. То есть, если бы божественная благодать не хранила наши помыслы, мы бы умом развратились в край, стали бы как безумные. То есть, наши мысли бы бегали бы как тараканы бесконтрольно вправо-влево, мы бы не смогли бы не помолиться, а не что-нибудь правильное сделать. Если бы божественная благодать не хранила наше тело, мы бы телом растлились до края в различных телесных страстях. Так и бывает с людьми, у которых нет благодати. Если бы наше сердце не было причастно к божественной благодати, если бы Бог не хранил наше сердце, оно бы стало противным вертепом страстей. То есть, каким-то таким гнойником, в котором бы, так сказать, клокотали и бурлили, как на огне, всевозможные похоти, злобы всякие, лукавства и так далее. То есть, нас хранит и оберегает благодать Божия. Люди, которые живут благодатно, которые имеют Господа в памяти, тщатся иметь Его в сердце и прославляют Его делами своими, это соль земли. То есть, это богоносцы, если хотите. Люди, приносящие Богу духовные жертвы, Богу приятные. Кстати говоря, смотрите, например, там отмечается такая вещь, вот мед и что-либо сладкое Богу в жертвы не приносилось по закону Старозаветов. Сладости же были очень ограничены, но сладость была самая главная, естественная, это мед. Так вот, нельзя было мед в жертву приносить, а все жертвы были соленые. То есть, нельзя было принести в жертву что-нибудь без соли. О чем это говорит? Это говорит о том, что все, что мы жертвуем Господу, должно быть посолено как раз вот этой верой и благодатью. То есть, милостыни наши, это соль. Покаянные коленопреклонения, молебные пения, чтения, писания, молитвы наши, там, тайные, явные, церковные, домашние, ночные, это соль. Соль, сострадание к ближнему, стремление облегчить жизненный крест человека, участие в чужой жизни, с тем, чтобы было лучше человеку жить, хорошо ему было. Это соль. И вот это все, значит, если делают, те, кто делает это, кто занимается этим, они могут претендовать на то, чтобы Господь посчитал их солью земли. Сами себя записывать в категорию «я соль земли» мы не имеем права, потому что мы не знаем. Значит, ты мусор земли, или ты соль земли, это Бог знает. И Он даст каждому свое, так сказать, определение и наименование. Он будет оценивать наши труды. Но сегодня солью земли являются люди, которые стремятся к непрестанной молитве, люди, которые совершают победу над страстями внутренними, внутреннюю победу совершают. Это, в общем-то, соль земли, это, если хотите, это настоящие монахи и монахини. Монаш – это самое красивое явление мира христианского. С точки зрения земных удовольствий, монахи – это сумасшедшие люди, бесполезные и сумасшедшие. А с точки зрения смерти и воскресения, с точки зрения близости к Богу и будущей вечности, монахи – это самые умные и самые полезные люди. Это соль земли. Солью земли являются те, кто рожает много детей и воспитывает их в законе Божьем. Соль земли – это люди, которые расточают свои имущества и физические силы, нравственные на утоление чужой боли. Соль земли – это архиереи и благовестники, которые буквально костями ложатся на Ниве Божьей, которые полагают свою жизнь в проповеди Евангелия. Чтобы люди не забыли, самое главное, кто они и зачем они здесь и что будет дальше. Чтобы не дали людям смысловую опору. Благовестники, евангельские благовестники – это соль земли. В общем, ну, конечно, таковыми называет их сам Господь, а мы можем ошибиться. Поэтому надо знать, что вот исполнители заповедей евангельских, труженики на Ниве молитвы – это соль земли. Благодаря которым все остальное сохраняется. Живет Ной, вернее, да, на земле, и потопа нет. Ной зашел в ковчег, потоп пошел. Живет Лот в Содоме, и Содом стоит. Вышел Лот из Содома, Содом сгорает. Тут еще, да, Михаил пишет о том, что не нужно молиться о святых. Вы сказали, да, да, действительно не нужно. Но в символе веры написано, что Христос пакет грядет судить и живых, и мертвых, где, понимаю, я буду речь в тебе о всех людях, что будет судить всех, включая Матушку Богородицу, да простите меня, Господь. Да, ну, короче, тут длинный такой вопрос, а вот о том и том же. В общем, вопрос в том, что, вот, дескать, молиться все-таки нужно, кажется, обо всех людях, включая Серафима Саровского. Так ли получается? Или достаточно канонизировать человека, и можно быть уверенным, что страшный суд ему не грозит? Слушайте, ну, тут длинно очень, как бы, да, но есть несколько таких. Смотрите, канонизация – это самое, в общем, здесь второе дело. Например, кто канонизировал апостола Павла? Никто. Кто канонизировал апостола Иоанна Богослова? Никто. Кто канонизировал Антония Великого? Никто. То есть до какого-то времени канонизация таковая отсутствовала. То есть очевидности не требовали документа. И так понятно, что святой. Канонизация возникла позже, как некий церковно-юридический акт. Существуют ли, как вы спрашиваете, неканонизированные святые? Ну, конечно, существуют. Вот вы пишете про Николая Гурьяна, Царство Небесное. Конечно, существуют. А можно ли просить помощи у неканонизированных святых? Можно, конечно, можно. Некоторые так и делали. Семен Новый Богослов так делал. Он почитал своего духовного отца без канонизации. Сделал ему икону, написал там, и считал, что он свят. И не ошибался в этом, но вызывал на себя огонь критики со стороны окружающих. Так вот, вопрос ваш заключается... Тут нет большого недоумения. Говорит, стоит канонизировать человека, ему не страшен страшный суд? Да нет, все не так. То есть есть люди, которым действительно страшный суд не страшен. В том смысле, что они уже вошли в радость Господа своего. То есть добрые, раби, благие и верные, в ниди в радость Господа своего. Они вошли в радость Господа своего. И Господь не поменяет свою милость на гнев по отношению к ним, и впереди их ожидает только воскресение тела. Когда написано, что праведники просияют, как солнце в царстве Отца их. Это ожидает святых. То есть впереди у них бесстрашное блаженство, кроме того, умножение славы. И мы знаем по именам многих из них. Конечно, многих мы не знаем, потому что там их много во Царстве Божьем. И мы не всех знаем. Но тех, кого знаем, сомневаться о них нет смысла. Не о Серафиме. Какой смысл молиться о Серафиме Саровскому? Вам что, больше не о ком молиться, что ли? Он сам вам скажет, если вы будете того достойно, он придет к тебе и скажет, слушай, раб Божий, ты трудишься зря. Спасибо за молитвы, конечно. Лучше помолись за Исидора и Агафию, за детей моих. Помолись за кого он еще молился. Он молился за архиереев последних времен, чтобы они веровали в Господа Иисуса. Он молился за монашествующих, за царя. Молись, что ли? Мало как за кого молиться, что ли? То есть не нужно молиться за Серафима Саровского. За Николая Чудотворца молиться не нужно. Они в славе. Они деятельны, живы и святы. Поэтому вопрос не в том, что их канонизировали. Если бы их не канонизировали, то все было бы точно так же. А как канонизировали епископов в древности? Просто вносили их в диптихи. То есть вносили или вычеркивали. То есть как бы это означало, что он свят, и нечего тут сомневаться. Но еще я должен вам сказать, что, например, поскольку мы должны проявлять некое послушание святым, то до тех пор, пока полнота церковная не признает кого-нибудь святым, да, и скажет, слава Богу, у нас засияла еще одна звездочка на небе. Вот вам, так сказать, еще один святой. То до этого времени мы за этого человека служим панихидой. Даже если мы знаем, что он святой, мы знаем, вот так про Николая Гурьянова. Если вы хотите поступать, как он говорил, он, например, людям, которые приходили к нему и спрашивали, а можно молиться за царской семьей, обращать свои молитвы к царю Николаю, к царице Александре, к детям убитым, Алексею Царевичу. А он говорил, нет, лучше панихидку. Упокой Господи душу усопших раб твоих. А когда канонизируют, тогда, конечно, уже там канон, акаферство и все остальное. Это он так говорил. Поэтому из-за него нужно служить панихиды. Канонизируют, тогда будем тропарь, кондак, величане. Так правильно. Так что здесь как бы вопроса-то особого на самом деле нет. За святых молиться вы можете, пожалуйста, если хотите. Только это бессмысленно. Вы их не спасете, свои молитвы. Ваша молитва за них им уже не нужна. Поверьте в это. Но, может быть, кому-то нужна по-настоящему ваша молитва. Надо найти кому. Зачем тратить время на то, чтобы вымалить у Бога Николая Чудотворца? Он говорит, что глупый. Да он и так со мной ближе, чем все остальные. Чего ты тратишься? Разоряешься. За неканонизированных святых в нашей традиции уже сейчас, уже многовековой, действительно служат панихиды. Вот, например, когда Феодосий Черниговский не был канонизирован еще в XIX веке, Михаил Иларионович Беленищев-Кутузов заказывал панихиды при гробе у него служить, когда отправлялся какой-то поход. В конце XVIII, начале XIX века. И Феодосий сохранял во всех смертельных ран. Так часто бывает. Так постоянно делают, на самом деле. Так что страшный суд будет, но для одних он неизвестен по своему ответу, а для этих уже известен. Потому что, значит, праведник на суд не приходит. Перешли от смерти в жизнь. Так, тут у какой-то мамы, значит, ребенок сказал, что, дескать, сегодня в Ярданский день вода вся святая, значит, можно любую пить. Там водопровода, ванны, там, чуть ли не из лужи. И так далее, значит, там. А что бы вы ответили? Что бы я ответил? Если вы имеете веру Божию, то, пожалуйста, поете тропарь во Иордане, крещающий с Тебе, Господи. Если знаете кондак еще, то добавьте и кондак. Я вилсись и днесь вселенней. Если можете прочесть Евангелие, Марка, первое зачало, там, или второе, значит, там, пришел Иисус от Галилеи на Иордан, к Иоанну креститесь, то, пожалуйста, прочтите, пропойте это все и пейте из ванны, там, или из водопровода. Да? В воды освящается естество. В одно естество претерпевает благодатное действие от молитвы, веры, от действия Духа Святого. Не знаю, нужно ли пить из лужи, кому нравится, пусть пьет. Ну, а и лужа есть, это тоже лужа, это тоже вода. Если бы нас мучила жажда, мы бы пили из лужи. Мало ли людей мучим их жажду и пьют оттуда. Вода, она есть всюду, вода. Так что, в случае, если ты идешь к этой воде как источнику благодати, как вот в начале Библии, там, Дух Божий носился вверху воды. И на Иордане, то есть, глаз Господень на водах вопиет, глаголя. Придите, примите все Духа Премудрости. Если вы с этим чувством идете на воду, там, идете к источнику воды, вот ты смотришь, набрал себе, например, какую-то чашку воды, там, или миску воды, и смотришь на нее, и думаешь, вот, Господи, вот в подобную воду и окунулся и ты, Иисусе. Вот, и сегодня вода вся освящается именем твоим. Я помню, что ты крестился в воде под руками Иоанна. И читайте, во Иордане крещаюсь тебе, Господи, и можете в крест нательный снять с себя и воду окунуть. Потом пейте ее во славу Божию, как святую. Ну, что, я не вижу в этом никакого сомнения. Если вы будете петь молитву и становиться под струей душа дома, почему эта вода хуже другой? Хочется купаться, купайтесь. Хочется купаться в другом месте, купайтесь в другом месте. То есть вода, она в разных местах совершает свое необходимое действие. Так что здесь нет ничего удивительного, ничего плохого ваша дочка не сказала. Только хлеб, он остается хлебом вне Евхаристии, а на Евхаристии хлеб уже не хлеб. И вино остается вином вне Евхаристии, а на Евхаристии вино – это уже не просто вино. И вода – это просто вода, вне молитвы и вне богоявленской благодати. Это вода. Она нужна, она, если хотите, святая даже, можно сказать, потому что без нее ничего не бывает. Но если есть молитва и праздничное посещение Божие, тогда это уже не просто вода. Но это все как бы тоже тень на плетень, потому что если есть богослужение, есть храм, то чего фокусничать? Зачем тебе совершать молитвы в ванне, если у тебя вон храм есть и все там есть? Другое дело, например, что вы окажетесь где-нибудь в совершенно нехристианском месте, например, какой-нибудь там, не знаю где, сами придумаете себе географическое название, и там нет ни церкви, и там ничего нет, ни водосвятия, тогда вам придется вот так вот поступать на день крещения Господня. А у нас-то какая нужда в этом? Если бы, ну, сами понимаете, о чем я говорю, да? Так что в случае, когда нет ничего нигде, пожалуйста, вы сами себе священники. Молитва, Евангелие, водичка с вами. Все. Мойтесь, купайтесь, пейте, молитесь. А если храма есть, вообще вопроса нет. Да иди в храм, там слушай Евангелие, наслаждайся таинством. Так, помогите полюбить богослужение. Встаю, значит, понимаю, что происходит нечто, не какая-то формальность, но не могу понять значительность этого. А в этом состоянии богослужение мне тягостно, даже неприятно. Не просыпается интерес к нему. Как мне правильно подойти к богослужению, чтобы оно вызывало во мне кратковременную радость? Надеюсь, что с радостью появится и интерес. Слушайте, значит, надо вам обязательно прочитать. Ну что тут? Во-первых, богослужение, что вы называете богослужением? Там самое главное – это литургия, она служится до обеда. Вот это утреннее богослужение, да? Если вечернее, то это всеночное или вечернее, или утреннее, где там она по вечерам идет. То есть богослужение вообще, вам любой семинарист скажет, наука о богослужении – самая сложная церковная наука. Но она в каком-то смысле самая интересная. С чего вам начать? Давайте ищите в сети или в книжных магазинах объяснение божественной литургии. Вот начинайте с этого. Объяснение божественной литургии. Кто-то вам попадется, я не знаю, Николай Кавасила или Александр Шмеман, или кто-нибудь еще. Ищите себе объяснение божественной литургии. Для детей сначала даже. Давайте сделаем так. Объяснение литургии для детей. Там точно все поймете. Вот здесь святые божественные крепкие, здесь Евангелие, здесь Херувимское, здесь Милость Мира. Это вот так. Потом, когда это все поймете, так схематично, идите в храм на литургию, чтобы закрепить практически прочитанное с практикой. Потом читайте уже взрослые книги. Вот того же там Шмемана, я как сказал, или там Помазанского, кто там писал, то вы и читайте. Там много у нас всяких этих объяснений. И каждый раз, прочитав что-нибудь, идите в храм для того, чтобы закрепить прочитанное с услышанным. Что такое вход, великий или малый, зачем иконостас, во что одет священник, нужно это все узнать. Что на нем за одежи, что они означают, почему лампады горят, откуда они взялись. Короче, там целая бездна. Вот. И вам придется просто осваивать это именно с книжкой в руках. Даже не с одной книжкой, а с несколькими. Потом к вечерней можно перейти, к вечернему богослужению. Потом к заупокойному, потом к какому-то еще. Там очень много всего. Так что, уважаемый Алексей, вы правильно говорите, вам нужно будет понять, проникнуть в это все. Потом оно даст вам какую-то радость, потом зажжет вас огонек более глубокого погружения. Так что, начните с литературы. Сначала самый простой. Как избавиться проклятия родной матери? Нас четверо сестер, никому не везет в браке, теперь не везет и нашим детям, не женится, не выходит замуж, у них нет детей. Ну, мать, не знаю, если у вас уже внуки есть, жива ли ваша мать, не знаю, Валентина. Проклятие матери – это вообще страшная вещь. Она иссушает до корня и мертвит, так сказать, всю жизнь детей своих. Поэтому будьте осторожны, вы это со своими детьми тоже, то есть язык, он же ж такой, ляпнет, потом не расхлебаешь. А что вам делать? Если мама ваша еще жива, надо пойти к ней и убедить ее, благословить вас, чтобы она положила вам руки на голову и сказала какие-то слова, например, там, «Господи Боже мой, ты дал мне детей этих, благослови их через мои руки, дай им здоровье, радость, веру, успех». Что там еще там нужно? Короче, чтобы она благословилась при жизни. И каждую из вас перекрестила во имя Отца и Сына из Того Духа, каждую из дочерей. Если она уже усопшая, идите на могилу, молитесь Богу о ней и просите. Скажите, «Господи, мама наша проклинала нас, и мы чувствуем, что проклятие это сушит наши кости. Господи, сними из нас злые слова, той, которая нас родила. Потому что мы несем их на себе, и души наши мучаются от всего того, что она о нас сказала. Да не вредит нам все, что вышло из уст ее. Прости ей грехи ее языка и сними с нас злые слова, произнесенные нашей матери». Как-то так. То есть нужно молиться Богу о ней, чтобы Бог простил ее, и о себе, чтобы Господь Бог здесь снял злое, то, что язык ее наговорил на вас. Материнские слова – это не шутка, отцовские тоже. Ищите спасение в молитве. Но, может быть, там еще другие причины. Может быть, вы каким-то образом слишком уж зауживаете причину своих несчастья только на одну маму. Может быть, там не только мама. Да и, скорее всего, там не только мама. Там, наверное, и вы тоже приложили свою руку к своим неудачам. В общем, надо как-то подумать более ответственно об этом всем. Потом нашли одну виноватую. Вдруг там старушка не так уж сильно и виновата. Ну, о проклятиях я вам сказал примерно, как думать и как говорить. Дай Бог вам благословение от Господа через ваше покаяние и веру. У жены хорошая зарплата, я человек жадный. Требовать ли ее делиться или взять все на себя и не обращать внимания на ее деньги? Виктор говорит. Ну, слушайте, как-то можно не обращать внимания на ее деньги, если их довольно много и у вас общее хозяйство? У вас должны быть как-то… Ну, если один зарабатывает, там все понятно. Там заработал, принес, оно лежит, вот там лежит. Все знают, как бы, и пользуются на общие нужды. Если зарабатывают двое, то она принесла, ты принес, как бы, и вы там решаете, значит, что за коммуналку, что на отдых летний отложить, там что там. То есть нужно вместе это делать, что значит, не обращать внимания на ее деньги? А зачем она зарабатывает их? На что? Если не на семью? Конечно, у нее будут какие-то свои деньги на свои какие-то там женские штуки, на всякие там мазюки, там всякие там, или гигиенические штуки, там на какой-нибудь косметолога, там, да, это, пожалуйста, на здоровье. Но главное, заработок должен лежать в семейном бюджете. Жадный вы или не жадный, это не важно. Значит, вы должны вместе строить бюджет. А что это такое? Вы будете работать, зарабатывать, как бы, тянуть семейные нужды, а она будет свою зарплату тратить непонятно куда. Что, что, куда это? Это никуда не годно. Какие социальные служения должны быть в церкви по Евангелию? Какое участие должен принимать каждый христианин в этом служении, учитывая современный уклад общества? Сергей пишет, да. Ну, смотрите, у нас никуда не денутся до смерти старики, никому не нужные, которых должны вообще обхаживать собственные дети, но если их нет, тогда вообще они действительно никому не нужны. Вот потом есть всякие рода несчастные взрослые, там есть больные дети, да. Вот. Ну, наверное, самые важные категории обездоленных людей. Есть вдовицы, еще и сироты, это библейские категории обездоленности. Безусловно, в церкви должна быть в меру сил каждая епархия или приходы должны нести на себя чью-то боль, должны кормить от своего стола безмужних женщин пожилого возраста, сирот, то есть должны... Для этого нужно волонтерское такое движение, то есть активность на зарплате, потому что нельзя, чтобы человек работал бесплатно, это безбожно. Он может деньги не брать, но давать мы ему и должны. Вы можете узнавать о уже действующих социальных проектах церкви и участвовать в них своей копейкой или своими руками. то есть на ваш выбор. Можете узнать, например, кто, где, когда занимается уходом за стариками или тяжелыми больными или сиротами и подключаться к этой работе активно, лично или жертвовать на их работу заработанные вами деньги, какие-то средства. Таким образом участвую в этом проекте. Должен сказать, что активность социальная православной церкви нашей довольно велика. Если вы на пространстве интернета поинтересуетесь, там кто что реставрирует, кто кем занимается, кто кого лечит, кто кого учит, вы будете приятно удивлены, что очень большая работа делается. И вы вправе поинтересоваться еще более конкретно, списаться, созвониться, пойти посмотреть, чтобы отдавать деньги свои заработанные туда, где вы доверяете 100% людям или приходить к ним подключаться своими руками к этому. Помогать нужно тем, кто помогать себе сам не может. Ну, как бы, вроде, короче, не скажешь. Как попросить прощения у бывшей подруги за давнюю обиду? Не хотела больше с ней общаться, не хочу до сих пор. Она не мстит с помощью магии, и что-то там я молюсь за нее, чтобы разумил ее Бог, она не унимается. Очень не хочу возвращаться к общению с ней. Лада. Слушайте, Лада, если вы с ней не хотите общаться, зачем вы просите совета в том, как попросить нее прощения? Если вы не желаете с ней общаться, и 8 лет она совершает какие-нибудь там нехорошие дела по отношению к вам, тогда ваш вопрос не имеет смысла. Если вы не хотите с ней общаться, не нужно с ней общаться, вот и все. А то вы хотите как бы дни попросить прощения, не общаясь с ней, как это? Это не бывает. Не общаться, значит, не общаться. Слышите? Все. Больше ничего не скажешь. Крещение моей старшей дочери в 91-м году назначенный день, мне некая Елена пишет, мы собрались для совершения таинства, но местный батюшка там страдал неким грехом и не мог совершить таинство. так, я не переложила важный день, то вроде покрестили. Можно ли считать это крещением или перекрещивать дочь? Разве эти мои сомнения? Да нет, это значит, смотрите, непонятно, у священника может быть разные там немощи и грехи, значит, но я думаю, что перекрещивать, если покрестил, слава Богу, то покрестил. Там, знаете, у Сергия Фуделя есть такой рассказ, такой небольшой, миниатюра такая, когда бабушка с внуком идет, идет священник, и бабушка говорит внуку, смотри там, Сереженька, этот батюшка тебя крестил, а ребенок говорит, этот батюшка связанный на лавке лежал, а крестил меня ангел. То есть, что-то ребенок видел, видимо, в этот день крещения, там, видимо, его крестили уже не совсем малолеточкой, что священник не крестил, крестил как бы другой. Так что, я не думаю, что нужно перекрещивать вашу дочку, а вот все сложности с нею, там, что она просыпалась в плаче, там, в отрочестве, вырывалась, там, бегала, значит, в последнее время стала прищать церковь, прищищаться, раньше не получалось. Видите ли, если бы ее покрестил бы сам Николай Чудотворец, вот, или сам Серафим Саровский, как бы, не было бы гарантии, что она бы, там, не кричала бы, не дергалась, не бегала там, и с таким трудом бы не приходила постепенно к воцерковлению. От святости священнослужителя, к сожалению, не все много зависит, не все так уж и зависит. Самого святого священника, дай людям, как бы, они умудрятся оставаться все равно в своих грехах. Самого грешного священника, дай людям, они умудрятся все свои грехи служить на него. Это он виноват, он самый грешный. Поэтому священник здесь, как бы, имеет относительную роль. Хотелось бы, чтобы он был святой, но если не святой, то и ладно. Вот, так что давайте не будем связывать сложности воспитания вашей дочери именно с тем, что батюшка там был не мощной, не дуговал. Тем более, теперь она уже ходит в церковь, пресвящается, то есть вы прожили какие-то самые тяжелые годы, перекрещивать ее не надо. У нас в одном из храмов батюшка после каждого причастившегося облизывают ложечку, затем она вытирает красной материи, потом причащает следующего человека. Разрешается ли эта церковь облизывать после каждого человека, а не после всех причащихся? Я такого нигде не видел, ни в храмах, ни в монастыре. Я тоже нигде не видел, чтобы облизывали ложечку, лжицу после каждого причащения. Я даже не знаю, что сказать. Странно, зачем он это делает. Я такого тоже нигде не видел, то есть мне трудно комментировать это. Как это научиться с радостью и любовью, а не с раздражением слушаться мужа? Ну, слушайте, это ваш муж, как вас тут еще научишь? Ваша жизнь без него теряет больше половины смысла. Женщина без мужа все-таки это, извините, женщина без мужа, без комментариев. Так что найдите радость в послушании, найдите радость в том, чтобы служить, а не чтобы командовать. В послушании есть радость. В молчаливом, радостном, бодром послушании. Христос же пришел, чтобы служить, а не чтобы ему служили. А как бы женщины современные, все эти вихри враждебные, которые веют над нами, стремятся вырастить такие большие рога, бодучие такие, чтобы они почувствовали себя там такие феминистически значимыми такими, начнут там командовать всеми. А вы здесь эти себе рожки пообламываете и служите мужу с радостью. Вплоть до того, что помыть ему ноги надо с весельем. Вот. И как бы это ваше нравственное задание. Хочу научить ваше служение Богу, если хотите. Невозможно без вашего служения вашему мужу. И Бог отвергнет все ваши дела, которые кажутся вам добрыми, если вы в отношении своего первейшего, ближайшего человека, по отношению к которому вы являетесь живым ребром, не проявите любви и радостного послушания. Поэтому надо научиться любить своего супруга. потом все остальное получится легко. Ну, так, Светлана. Меня выбрали крестной матерью, я согласилась и забыла об этом. Теперь, понимаешь, это серьезная миссия. Что теперь могу сделать для своей крестницы? Вы не одна такая. Люди часто идут на крещение, на обязанности крестных, так, ну, как-то так, без осознания. Потом связи теряются с теми детьми и взрослыми. Знаете что? Вы начните с того, чтобы литургия, богослужение заняли самое достойное, самое важное место в вашей жизни, чтобы вы почувствовали сами, чтобы душа ваша знала, что моя молитва дома это зажженная спичка, а моя молитва в церкви это мой огонек, внесенный в общий такой алтарный такой столб огня, восходящий к небу. Почувствуйте силу церковной молитвы и приходите в храм обязательно в воскресенье, в праздничные дни, когда вы будете в храме, непременно молитесь сами. Не в записку пишите обязательно, а именно сами. Молитесь Богу о вашей крестнице. Говорите примерно так. Господи, вспомни мою крестницу, там, скажем, условно говоря, Марию, сохрани ее от злых людей, от злых страстей, благослови ее, просвети ее разум, дай ей добрых друзей, наставь на правый путь, прости меня, что я не выполняла свои обязанности крестнические по отношению к ней. Вот ты сам наставь ее на всякую истину. Помяни, Господи, всех крестников моих, если их много, и наставь их на всякую истину, защити их от всякого невидимого, видимого зла. В общем, все это вы должны будете просить у Господа Бога, потому что крестный родитель, в общем-то, он же не воспитатель, он молитвенник. Он, скажем, он больше молитвенник, чем воспитатель. От вас меньше требуется там ходить за ней с указкой, а больше требуется молиться о ней Богу. Так что в ваших силах всегда это догнать, даже если в прежние годы это было пропущено. Катастрофического ничего пока не случилось, слава Богу. Ну вот на этой высокой ноте мы будем заканчивать, дорогие братья и сестры. Что вам пожелать на прощание? Пожелаю вам иметь веру Божию, радоваться, радуйтесь, праведные, о Господе, правым подобает похвала. Желаю вам иметь в себе святое покаяние, без которого никто не увидит Господа. И всех вам благ, до скорых, возможных, надеюсь, встреч. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Медицинская Медицинская